Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили эту склону поезды. Мы заприняли, уезжаем. Трех молодых людей, любителей экстремального отдыха, задержали накануне полицейский. Домком девятиэтажного дома, где расположен магазин Имран, по бульвару Кунаева сообщила, что молодые люди пытались спуститься с крыши высотного здания. Я уже объяснил, я ничего не собираюсь. Ничего не объяснил. Объясни, нормально объяснить как? Почему? Мы хотели сделать несколько фотографий. Фотографию хотели, да? Да. Очевидец происшествия сообщила, что одного из экстремалов собственноручно сняла с железной решетки окна. Не решетку выбираю, а сурвал, а корончик. Они лезли по решетке, откуда и куда не заметила. Один из них у меня попросил ключи от ограждения. Эти ребята ходили по крыше и слазили по стене. И откуда? С девятого этажа? Это же запрещается делать, тем более это высокое здание. На место происшествия приехали спасатели оперативного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям. К нам поступило сообщение с пульта стрела, что трое людей ходят по крыше девятиэтажного здания, где расположен магазин «Имран» и готовятся к спуску по стене. Мы подъехали к месту происшествия и задержали трех молодых людей. Они объяснили, что залезли на крышу, чтобы сделать фотоснимки. Сейчас эта версия проверяется. Задержанных мы сдали в руки участковых инспекторов Альфарабийского РУВД. А в 11 часов дня врачей скорой помощи вызвали в микрорайон Забадам. Звонившие сообщили, что у 63-летней пенсионерки после ссоры с внуком поднялось давление. И чтобы его сбить, женщина приняла более 10 таблет оксидативного действия. Позже пенсионерке стало плохо и домашние обратились за помощью к медикам. Прибывшие врачи предложили госпитализировать женщину в больницу. Десять таблеток опасны для жизни. Пострадавшую врачи скорой помощи госпитализировали в токсикологическое отделение Центра гиперборической оксигенации. Очередной пожар был зарегистрирован в Шемкенте. Огонь разгорелся в магазине ДОС в 11 микрорайоне по улице Валиханово. На место происшествия выехали две единицы пожарной техники и восемь бойцов противопожарной службы. Прибытие у борцов с огнем пламенем были охвачены продукты и бытовая химия, хранившаяся в магазине. На локализацию пожара сотрудникам ЧАЭС потребовалось 20 минут, а еще спустя 5 минут огонь был полностью потушен. В этом происшествии никто не пострадал. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют дознаватели управления по ЧАЭС Энбекшинского района. Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили эту сколу полосы. Мы заприняты, уезжаем.